Алиуты, итальмены, коряки, чукчи, эвены, айны и другие народы проживают на Камчатке. В их крови уважение и любовь к родной, хоть и суровой природе. Члены ассоциации НИКА провели на полуострове более двух лет. Исследовали культуру, природу и традиции коренных народов Камчатского края. Мне, как художнику-пейзажисту, больше запомнились, конечно, ландшафты. Вот пейзажи, вот эти камчатские, значит, горы, снежные вершины, ледники, конечно, вот впечатляют. Вот когда сводишь, особенно с моря, или вот когда по бухте ходили. Вот огромный, по норам огромная Петропавловска, город раскинутый, и вот эта гора вулкана. Ассоциация НИКА получила финансовую поддержку фонда президентских грантов. Благодаря ней поэты, художники, журналисты и научные деятели смогли отправиться в далекое путешествие. О нем они рассказали в книге «Камчатка. Далекое и близкое». Книга составлена таким образом, что о любом народе мы писали по определенной схеме. То есть, история происхождения народа, это виды деятельности именно этого народа, это именно жилище, быт, утварь, питание, система воспитания, система каких-то культурных ценностей, религиозные верования и мифы и легенды. Это уникальное и потому ценное издание, поясняют представители администрации Камчатского края. Они приехали на презентацию книги, чтобы лично выразить благодарность авторам. Особо благодарились за саму книгу, потому что реально это очень такой труд. Только список литературы насчитывает порядка 400 или сколько источников. Книга богата на иллюстрации. Камчатка – неисчерпаемый источник вдохновения для творческих людей. Художники-поэты постарались передать это в своих работах, которые можно увидеть на страницах Камчатки. Далекой и близкой. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».